МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости нашего города в студии Ирина Потехина. И вот некоторые темы выпуска. Больницы на карантине. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ заставляет ввести масочный режим во всех медучреждениях округа. А наболевшим напрямую глава администрации Жанна Белоская провела прием по личным вопросам. И главное, не останавливаться. Народный контроль снова пошел в рейд. До ноябрьских школ добрался карантин. В городском департаменте образования сообщили, что из-за повышенной заболеваемости сегодня пришлось отправить по домам первоклассник одного из классов первой гимназии. Кроме того, завтра на карантин закроют 14-ю школу. Незапланированные каникулы продлятся неделю. В детских садах пока ситуация стабильная. А с понедельника карантин введут в ямальских медучреждениях. Соответствующее постановление главного санитарного врача округа Людмила Нечапуренко опубликовано на официальном сайте Роспотребнадзора. На Ямале уже несколько недель подряд регистрируется стабильный прирост больных гриппом и ОРВИ. На сегодняшний день с простудой слегли около 6,5 тысяч ямальцев. Свыше тысячи из них – жители нашего города. Как пояснили в ноябрьской ЦГБ, карантин подразумевает введение масочного режима во всех медучреждениях. Кроме того, будет ограничено посещение стационарных больных. Добавлю, карантин продлится до особого распоряжения главы Ямальского Роспотребнадзора. Разговор о наболевшем. Жанна Белоская провела прием по личным вопросам. За сутки до этого Сергей Белкей порекомендовал ноябрьским единороссам встречаться с людьми чаще. Лично побеседовать с главой городской администрации на сей раз пришли пять человек. О каких проблемах говорили, знает Кирилл Мигель. Как показывает практика, за помощью главе администрации люди обращаются только в особых случаях. Ольга Харламова – не исключение. Она, трое ее ребятишек и муж ютятся в крохотной комнате в общежитии. К тому же в аварийном. И вот у нас первоклассник пошел в первый класс. И сейчас вот ждем со дня нахим уже пополнение. Некуда даже кроватку поставить. Конечно, говорит Жанна Белоская, помочь всем и сразу, как бы того ни хотелось, невозможно физически. Но работа в этом направлении ведется. Людей из ветхого жилья или тех, кому квадратных метров недостаточно, а они полагаются по закону, переселяют. Пример того – Гульнара Ибатова. В августе прошлого года женщина, к слову, тоже многодетная мать, подала документы на улучшение жилищных условий. Уже в декабре въехала в новую просторную квартиру. На прием счастливая обладательница новых апартаментов пришла специально поблагодарить главу и специалистов МГДИ. Программа у них работает по многодетным семьям. Мы получили жилье. И я, конечно, очень довольна. В этот раз попасть на прием к Жанне Белоской смогли пять человек. Но на самом деле желающих решить свои проблемы напрямую через главу города больше в десятки раз. Чтобы сделать это смогли все желающие, в администрации внедрили новую форму работы с населением – тематические приемы. На них приглашаются несколько десятков человек со схожими вопросами. Приемы вот эти дают возможность услышать проблемы друг друга, каждого. И порой в процессе, например, обсуждения вопроса, которые задает кто-то, решаются вопросы. То есть человек понимает, на что он может уже рассчитывать. Кроме того, совсем не обязательно задавать вопрос Жанне Александровне лично. Ведь в ее команде работают семь заместителей и готовы проконсультировать по своим направлениям всех обратившихся. Кирилл Мигель, Виталий Харченко. Новости нашего города. Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал постановление правительства округа, в котором утверждена розничная цена реализации одного килограмма хлеба на территории Ямала-Ненецкого автономного округа. Так вот, согласно документам, в первом квартале сумма составляет 36 рублей 84 копейки, а во втором – 37 рублей 74 копейки. На третий квартал за его килограмм придется в среднем выложить 38 рублей 64 копейки, а в четвертом цена еще подрастет до 39 рублей 53 копеек. Отмечу, средняя розничная цена реализации хлеба по региону носит рекомендательный характер и используется для определения норматива финансирования производителей хлеба по муниципалитетам. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Похоже, пионерская речевка теперь лозунг активистов народного контроля. Ведь рейд по киоскам и магазинам города прокатился только вчера, а сегодня уже новый рейд. Народный контроль, вновь собрав под своими знаменами участковых, административных работников и депутатов, сегодня, как и вчера, отправился по магазинам проверять, как исполняется 171 закон о запрете продажи слабоалкогольной продукции и пива в киосках и нестационарных магазинах. Ждем хозяина. Продавщица не предоставила никакой информации. А вот она. Здравствуйте. Пиво в продаже, конечно же, есть, документов, конечно же, нет. Новый закон в торговые массы внедряется с оглушительным скрипом и явными пробуксовками. Почти все предприниматели уверены, пока их лично никто не уведомил, что продавать в такой точке пиво нельзя, значит, можно. Я 78-го года в этом городе, я в 78-м году, я ветеран этого города труда. Этот город, я лично своим трудом построен. Я два инфакта получил, пиратное сердце получил. Единственное, что я имею, вот это магазин. Этого хотите отбирать? Не выйдет никогда. Никто у вас ничего не отбирает. А чем мне заниматься, если это убрать? Чем торговаться? Это понятно, что это ваша выручка. Аналоги попробуй, какие платить. Именно вот это ваша выручка, это понятно? По сути, такое признание предпринимателя рисует довольно мрачную картину. Если пиво – это основной источник дохода коммерсантов такого уровня и рода деятельности, то сколько же горожан и в каком количестве покупают этот пенный напиток? В общем, настрой и напор народного контроля вполне объяснимы. Мы ездим в основном по тем объектам, по которым очень много жалоб от жителей города по факту продажи пива. И в первую очередь по факту продажи пива несовершеннолетним. По ходу народный контроль обращает внимание и на другие нарушения правил торговли. Но под главным прицелом все-таки пиво, понимая, что до воплощения закона в нашу действительность еще очень далеко. Ирина Потехина, Александр Иванов, Народный контроль. В Ноябрьске задержан похититель кроликов. По данным сотрудников городского отдела внутренних дел, вечером 2 февраля неизвестный похитил из гаража в 102-й мехколонии двух кроликов, каждый стоимости по 4 тысячи рублей. Полицейские нашли подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 33-летний гражданин Среднеазиатской республики, проживающий в Ноябрьске. В отношении него возбуждено уголовное дело. Городской отдел Министерства внутренних дел напоминает, что заявить о совершенном преступлении или правонарушении можно, позвонив по телефону 02 или непосредственно в дежурную часть ведомства. Здесь прямо на входе размещен стенд с образцами заявлений, контактной информации всех начальников отделов, руководителей высшего звена и даже должностные инструкции, которыми полицейские пользуются во время работы. В любое время суток помочь могут дежурный или постовой. Добавлю, если вы хотите сообщить о преступлении, но желаете остаться инкогнито, можно позвонить по телефону доверия 318-222. Однако шутить с этим номером не стоит, добавляют сотрудники полиции. Очень частые факты, когда заведомо ложные вызовы осуществляются к соседям, клевета в отношении другого человека звучит, люди должны понимать, что за это есть предусмотрена и административная, и воловная ответственность. Поэтому обращение должно быть очень четким, корректным. Прокуратура Ноябрьска в судебном порядке добилась восстановления пенсионных прав воспитателя детского сада Синеглазка. Правоохранительные органы женщины обратились с жалобой на то, что в Ноябрьском пенсионном фонде ей незаконно было отказано в назначении досрочной пенсии по старости. Прокуратура провела проверку и установила, что действия пенсионного фонда действительно не обоснованы, и обратилась в суд в защиту воспитателя. Иск в городском суде удовлетворен в полном объеме. И в завершении выпуска коротко о спорте. В Ноябрьске сегодня стартовало окружное первенство по пауэрлифтингу среди юниоров. Участие в нем принимают спортсмены из Ноябрьска, Муравленка, Губкинского, поселка Тазовский, а также из Пуровского района. Причем это не только юноши, но и девушки. Соревнования продлятся три дня, а лучшие получат право участвовать во всероссийском первенстве, которое состоится в мае во Владимире. Я желаю вам, ребята, успеха на соревнованиях, я желаю вам здоровья, новых достижений, отстаивая честь нашего округа на всероссийских соревнованиях и, наверное, даже во мировой поле. Победы вам и здоровья. А 10 февраля на хоккейном корте возле девятой школы состоится товарищеская встреча между Ноябрьском и Ханэмеем по хоккею. Организаторами встречи выступили Управление по физической культуре и спорту, администрации города, а также спортивно-оздоровительные комплекс Ноябрьска. В составы команд вошли хоккеисты-любители. Честь ноябрьской сборной будут отстаивать в том числе представитель губернатора Ямала в Ноябрьске Павел Доронин и директор регионального центра патриотического воспитания Александр Голубенко. Начало матча в 14 часов. И это была завершающая информация выпуска. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю всего доброго и удачных выходных. До свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Зима наполняет мир красотой, но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 9 февраля в Саликарде облачной. Ветер северо-западный. Температура минус 17 градусов. В Муравленко переменная облачность. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура 13 градусов ниже нуля. В ноябрьских без осадков ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Температура минус 12 градусов.